В эфире Радио России Южный Урал Вечерняя смена Обсуждаем все, чем живет город и область На радио Южный Урал Радио России Южный Урал В студии Андрей Мухаммадеев Три дня, 26, 27 и 28 августа Под мясом проведет фестиваль живой музыки Уральский рубеж С учетом ковидных ограничений минувших двух лет Организаторы говорят о возвращении к нормальной концертной практике А сам творческий форум обозначают как самое душевное событие этого лета Сегодня поговорим о программе мероприятия Говорят казенным языком С идейным вдохновителем этого действия Небезызвестным музыкантом Гарри Ананасовым Рады видеться в нашей студии Здравствуйте, дорогие радиослушатели Всем привет Гарри, подскажи, вот как народ соскучился По такому живому формату Как музыканты, насколько они легко Соглашаются принимать участие в фестивале Вы знаете, фестиваль был на каникулах долгих восемь лет Последнее событие у нас произошло в 2014 году Из-за погодных условий мы его с открытого воздуха перенесли в клуб У нас тогда играл Черный кофе, Кукрыник, Соколинов мост и прочие-прочие группы С тех пор фестиваль находился на каникулах И в прошлом году у нас была попытка его возродить И уже даже проанонсирован был концерт Но, сами понимаете, ковидные ограничения внесли свои коррективы И вот, наконец-то, спустя восемь лет Последние выходные августа Горнолыжный комплекс и курорт Солнечная долина Под МИАСом, который не нуждается, я думаю, ни в каком представлении Но там пройдет трехдневный фестиваль Насколько резонирует, да, с публикой Ну, вы сами понимаете, мы же все друг по другу соскучились Ну, конечно Поэтому фестивали проходят по всей стране С большим, я доложу, энтузиазмом Вот И в нашей области, вот, значит, там Бажовский фестиваль При огромном скоплении людей, да Это, в принципе, возрастной фестиваль Ильменский фестиваль И вот для, скажем так, взрослой молодежи Или для молодых взрослых, скажем так Будет Уральский рубеж У нас сейчас больше ста заявок Конечно, каникулы эти сказались На неком таком информационном забвении Для примера, в 2011 году у нас было подано 837 заявок А выступало 150 групп То есть мы вполне тянем на рекорд Гиннеса Если озадачиться этой идеей Да, и я думаю, что на момент 2011 года А может быть и на момент сегодняшнего дня В России не было подобных мероприятий По количеству участников Тогда у нас играла и Алиса И Нойз МС И Король и Шут И Пикник И Ляпи Струбецкой И много-много команд А вообще за всю историю Значит, у нас прошло более 500 коллективов За все время Ну и вот сейчас Можно, наверное, рассказать немножко о наших хедлайнерах Это звезды Которые будут закрывать программу Программа будет у нас в пятницу В субботу и воскресенье Значит, это группа «Черный кофе» Легенды отечественную Heavy Metal Rock Дмитрий Варшавский Со своими хитами «Листья» Владимирская Русь Тоже не нуждается ни в каком представлении Его пластинки расходили в свое время Виниловыми миллионными тиражами Дворцы спорта Сейчас группа в очень хорошей форме Самый основной, наверное, наш хедлайнер Это Вадим Самойлов Лидер культовой, я не побоюсь этого слова Группы Агата Кристи Который привезет со своим коллективом Программу всех лучших хитов Прозвучит песня И «Сказочная тайга», и «Два корабля», И «На тебе как на войне», и прочее То есть Агату Кристи любят все, по-моему И подростки, и тем, кому слегка, скажем так За сорок Потому что мы ожидаем самую, так сказать Разновозрастную публику Также примет участие группа «Лампасы» Это веселая очень команда Стильная из Нижнего Новгорода Это друзья в фестивале В свое время они написали гимн Уральскому рубежу И мы обязательно его вместе споем Вот Также хедлайнером Уральского рубежа Станет группа «Томас» Это наша гордость Челябинская группа Которая в свое время гремела Начинала она, значит, в нашем политехническом институте Тогда еще И вот среди студентов Это была культовая команда Потом они вышли уже на большую сцену И со сплином из Би-2 ездили в тур Выпускали диски Крутились по нашему радио По МТВ И, собственно говоря, занимали прочные позиции К части Саша Самоленко Несмотря на то, что как-то в первый эшелон группа не вышла Но он продолжает заниматься музыкой И он любим и уважаем в Челябинске Поэтому я его лично пригласил Как своего старшего товарища И своего друга Про рояль в кустах несколько слов Гарри Ананасов Ну, естественно Если уже исходить из того, для чего я этот фестиваль придумал Попиариться Не то, что попиариться А поиграть самим Вы понимаете, сколько лет мы участвуем в различных фестивалях А на нашествие нас не пригласили Хотя обещали И поэтому в 2007 году я просто с друзьями говорю Давайте здесь наше местное вторжение Местное нашествие устроим И какой-то яркий вклад вообще в культуру Урала И даже России мы внесли Потому что знают фестиваль все Естественно, мы готовим программу Мы будем выступать в субботу Непосредственно разогревать Агату Кристи И Вадима Самойлова Готовим программу из нового альбома Которая называется «Жизнь в стиле буги» Это жесткая достаточно программа Ну и, так сказать, песня от Сайгона до Гаваны Она тоже прозвучит по многочисленным просьбам Ну и про группы можно рассказать Около 50 коллективов У нас приедут из Екатеринбурга, из Москвы И из Сибири, из Саратова, из Самары коллективы Поэтому, ну, качество групп мы гарантируем Это будет весело Это не будет агрессивно Это будет такой солнечный посыл Последние выходные лета Просто нужно в эти дни приехать на фестиваль И оторваться по полной программе Перед, так сказать, началом учебного года Давай немножко поговорим о самой площадке Где пройдет фестиваль Сколько там будет сцен Удалось ли вот упаковать вообще всех исполнителей Ты сказал, там, ну, больше 50 там заявок А дня-то всего три будет При такой полноценной программе Как всех вместить-то? Это не так много, как кажется За день пройдет всего лишь там 12-15 коллективов Программа у нас начнется в 3 часа дня В пятницу, 26-го Поэтому есть смысл для тех, кто захочет посетить наше мероприятие Приехать заранее, может быть, даже в четверг У нас есть официальное сообщество в соцсетях ВКонтакте Есть сайт Солнечной долины Там желающие могут получить всю исчерпывающую информацию по проживанию Проживать у нас можно и в палаточном лагере Можно в номерах А можно просто в мясе там снять жилье и ездить на фестиваль Будет оборудована стоянка, даже не одна Будут работать все кафе, рестораны и точки питания Начиная от хот-догов и заканчивая уже изысканными блюдами На любой вкус и на любой, скажем так, карман То есть получается, что инфраструктура вся она уже обеспечена, готова Там просто проблемы никаких не возникнет Солнечная долина – это курорт, который себя зарекомендовал только с наилучшей стороны Зимой все желающие катаются в массовом, причем в таком масштабе А летом там даже есть озеро, где можно искупаться Речка, можно побродить, можно подняться на подъемники И посмотреть красоту нашего уральского края Но самое интересное, конечно, это будет происходить на фестивальной поляне Те, кто был на Эльменском фестивале, знают Вот на том же месте будет установлена сцена с экранами, с светом, звуком, пиротехническими эффектами И с трех часов начнется программа Пока мы решили в этот год сосредоточить все наши творческие посылы на одной сцене Но будет альтернативная, скажем так, площадка Это свободный микрофон То есть любой желающий может сейчас заявиться Мы сейчас откроем небольшой прием заявок Допустим, человек с гитарой хочет попеть свои песни Захочет попеть песни Шевчука, Чижа, Даквариум Да любые вообще коллективы И, пожалуйста, там будет сидеть у нас модератор, который будет принимать заявки Вот аппаратура И я думаю, это будет интересно Потому что физически человек, наверное, не сможет всю программу с трех часов до часу ночи слушать Это и неинтересно Всем, кто придет на фестиваль, будут розданы программы И они будут смотреть так называемые line-up программы фестиваля Какая группа в какое время будет выступать Заявлено, что события объединят, вот заметь, любители музыки Ну, это понятно, да? Дальше природа и спорта Вот это меня немножко так удивило Получается, что будет какая-то еще помимо музыкальная развлекательная программа, да? На Солнечной долине масса всяческих опций Можно покататься на подъемнике, можно покататься на картингах Поиграть в волейбол, в теннис и искупаться в озере И просто пробежаться или пройтись пешком Там такие расстояния вы же бывали, знаете, наверняка Поэтому, я думаю, публике нашей будет чем заняться на фестивале Скучно точно не будет Мы все помним такой печальный опыт фестиваля Торнадо Там у нас такое форменное побоище случилось Вот как вопросы в этот раз будут с безопасностью решаться? Безопасность публики Это приоритетное вообще направление Любого фестиваля, не только нашего Поэтому у нас уже неоднократно были Собрания оргкомитета С помощью силовиков С помощью служб специальных У нас будет и пожарная служба дежурить И скорая помощь, естественно И частные охранные предприятия будут патрулировать Ну и сотрудники МВД, естественно Потому что, я повторюсь, безопасность это самое главное, наверное Ну это же актуальная тема Потому что на самом деле вопросам безопасности Действительно уделяется большое внимание Чтобы просто не перепугать публику А тем более, если люди с детьми Ну что? А я скажу так Каков поп, таков приход Какой посыл несет организатор Вот посмотри на меня, какой мы можем нести посыл Я в очках с бородой улыбаюсь И у нас, собственно говоря, и посыл такой позитивный Это яркое приключение лета И слава богу, вот за 7 прошедших фестивалей В разные годы у нас ни одного инцидента не было Люди веселятся, люди радуются Люди просто встречаются И ждут нашего мероприятия целый год И спрашивают, когда следующий уральский рубеж Ну, в любом случае, негативный опыт тоже опыт Все представляют, понимают, как действовать в режиме ЧС То есть, поэтому, что тут говорить-то, все нормально Давай вот поговорим о деталях Как можно добраться до места проведения Это почему важно? Потому что не все туда ездили Кто-то приедет из других регионов Может быть, что-то услышат, узнают Есть ли там какие-то автобусы Челноки, стоянки для машин Будет ли встречать кто-то людей Ошлаги ставить, туда пройдите сюда Естественно, пропускная система Указатели Это буквально в 15 километрах от города Миаса Солнечная долина Ее знают все Достаточно в поисковике набить Уральский рубеж, Солнечная долина И появятся сайты Появятся социальные сети Там подробный план, как доехать Возможно, будут организованы Миасскими транспортниками Какие-то у нас автобусы Следите за информацией Но практика прошлых лет показывает Что особых затруднений у людей С прибытием к месту проведения фестиваля нет Потому что там, в принципе, и такси недорогое И рядом поселок Сырастан Есть железнодорожная станция То есть как-то все добирались Поэтому я не считаю, что это какой-то там Требует дополнительной информации Для людей все знают Солнечную долину То есть знают, как сориентироваться Если что Ну, в общем, мы еще задолго пока Анонсируем вот этот фестиваль 26, 7, 8 числу Там будет информация добавляться Где ее можно будет прочитать Давай вот еще уточним Чтобы знали, куда Если что, обращаться, куда смотреть Да просто в любом поисковике Google, Яндекс забивайте Уральский рубеж, 2022 Солнечная долина И сразу появляются наши социальные сети Наш сайт И билетный оператор Где можно уже приобрести билет Активно раскупаются И прогнозы у нас оптимистичны Хотя можно сказать, что вот эти два года Пандемии и отмена всяческих мероприятий Людей немножко, так сказать Заставили настороженно относиться К предпродаже И покупке предварительно И все думают, а вдруг отменить А что там Поэтому, конечно же, есть некий нюанс Но я думаю, что все будет хорошо Люди интересуются Люди соскучились И все ждут Многие наверняка из музыкантов Вот сейчас только услышали Подумывали Ёки зеленые А заявиться-то, например Ну не успели Или там проворонили Или все такое В принципе, вот как с этим То есть можно будет чего-то там Позвонить Там Гарри В срочном порядке Ты сприми Я являюсь активно Консертирующим музыкантом И человеком, у которого в каждом городе Не один десяток друзей Слава Богу Это вот мой как бы Внутренний багаж такой Духовный Конечно, я заведомо Отстранился от Отбора коллективов Чтобы не было никаких обид Чтобы не было Каких-то кривотолков Что вот там кого-то зажали Кого-то там не взяли Кто не успел В этот год Заявится на следующий Я надеюсь, мы дойдем И до масштабов Трех сцен А может быть и больше В этом году я впервые Побывал на Грушинском фестивале В качестве музыканта А я развиваюсь По двум направлениям Я играю с коллективом Но большую часть Своих концертов Я играю в формате Квартирник Это концерты Под акустическую гитару Либо с каким-то Легким аккомпанементом Ну то есть где-то Междужанровая То есть вернее В жанре песни А в какие уже формы Ее одеть Это будет там Рок-аранжировка Или это будет Лайтовая аранжировка Это другой вопрос Так вот Мы побывали С делегацией Челябинских музыкантов Значит на Грушинском фестивале И были поражены Масштабами Там было Десять концертных площадок Которые работали Одновременно То есть нам есть Куда развиваться У нас Как мы написали На афишах Возрождение Это непросто После восьми лет Каникул И Вставать на ноги Это тоже процесс Достаточно Такой Скажем так Затратный Поэтому Дайте срок И все будет хорошо И у нас будет 15 площадок И все стили представлены Есть куда Ориентироваться И двигаться Догнать и перегнать Перед глазами И есть другие наши Фестивали Которые Позитивно и опытно Представляют Уже Вот по итогам Прошлых Фестивалей Область наша Может гордиться Событием Под названием Уральский рубеж Потому что Огромное количество Музыкантов И гости И это все работает На популяризацию Нашей области На привлекательность В плане туристического Кластера Вот поэтому Я надеюсь Мы Не надеюсь А беру на себя Ответственность Что мы проведем Этот фестиваль На высоком Художественном И техническом уровне А по другому Мы не умеем Хорошо Я напомню С 26 по 28 августа Под МИАСом В комплексе Солнечная долина Пройдет фестиваль Уральский рубеж Сегодня мы о его проведении Говорили с организатором И духовным вдохновителем Гарри Ананасовым Спасибо большое За участие в программе Спасибо вам Думаю потом еще Подведем итоги Поговорим о том Как будет работать Оргкомитет Следующего фестиваля Как туда можно будет заявиться Для молодых ребят Ну и Отлично Спасибо за внимание И приезжайте к нам На фестиваль В никуда Из ниоткуда Сложно вновь поверить в чудо Надышаться невозможно Свежим ветром на заре Наплевав на все советы От заката до рассвета По маршрутам Неизвестным По сиреневой волне От Сайгона до Гаваны Все четыре океана Бороздят простор Незнающие страх Корабли и капитаны Не ушедшие в нирвану Остаются в наших ярких детских снах Кровь пульсирует по венам И развязка неизменно И идем на корм Акулам Погружаемся на дно Но покуда И на летах существуют Хэппи-энды Сквозь шторма И ураганы Мы прорвемся Все равно От Сайгона Сайгона до Гаваны Все четыре океана Бороздят простор Незнающие страх Корабли и капитаны Не ушедшие в нирвану Остаются в наших ярких детских снах Редактор субтитров А.Семкин Корабли и капитаны Сайгона до Гаваны Все четыре океана Бороздят простор Незнающие страх Корабли и капитаны Не ушедшие в нирвану Остаются в наших ярких детских снах Редактор субтитров А.Семкин Корабли и капитаны Не ушедшие в нирвану Остаются в наших ярких детских снах Остаются в наших ярких детских снах Остаются в наших ярких детских снах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова